Здравствуйте, вы смотрите программу Якутия Live, с вами Ирина Ефимова. Художественная гимнастика появилась у нас в Якутии в 70-х годах прошлого века, однако активно начала развиваться с 1994 года. За эти почти 30 лет были подготовлены 13 мастеров спорта СССР, 6 мастеров спорта России, 50 кандидатов в мастера спорта и более 100 перворазрядников. Сегодня Федерация художественной гимнастики в нашей республике представлена четырьмя детско-юношескими спортивными клубами, школами и шестью клубами. Занимаются гимнастикой в Якутии около тысячи детей в возрасте от 4 до 15 лет. А курирует и развивает этот вид спорта многие годы первая линия нашей республики Людмила Николаева в команде с сильными и активными специалистами. И сегодня у меня в гостях исполнительный директор Федерации художественной гимнастии Якутии Вячеслав Ефимов. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. Давайте начнем с такого самого яркого молодежного события, которое у нас прошло в республике недавно. Фестиваль МОСУСТАР. И там у вас, по вашей линии, как раз были две очень известные гости. Расскажите, в чем вообще. Фестиваль МОСУСТАР проводится уже третий раз. И второй раз подряд. Хедлайнерами данного фестиваля выступают представители художественной гимнастики, которых мы здесь принимаем. В прошлый раз у нас были Дина и Арина Аверины. В этот раз у нас Лала Крамаренко, Ксения Дудкина. И их еще сопровождала наша Виолетта Никифорова-Иванова, которая чемпионка Дети Азии 2004 года. В рамках фестиваля мы подготовили, во-первых, показательное выступление, на котором все, получается, жители города Якутска и гости нашей столицы смогли посетить и увидеть показательное выступление непосредственно Лалы Крамаренко. На данный момент это выдающаяся гимнастка, выступающая в личном зачете. И сейчас она, наверное, готовится к Олимпийским играм, выступать там и представлять нашу страну. Вместе с ней на ковре выступали гимнастки из Якутии, которые занимаются у нас здесь в клубах, в детской школе. В этот раз у нас даже приехали наши гимнастки из Нерюнгри, из центра гимнастики «Феникс». Как и в прошлый фестиваль, у нас участвовала Хангаласская Дюсша из города Покровска в хорошем большом составе, с показательным номером, с красивыми костюмами. И данный фестиваль, конечно, дает очень хороший толчок для развития гимнастики. Каждый раз после выступления родители ведут своих детей заниматься, потому что видят такую красоту, таких красивых спортсменок, которые есть у нас. Ну и, наверное, для самих девочек выступить на одном ковре с такими именитыми спортсменками. Вот это, наверное, прежде всего важно, да? Ну вот я все-таки отмечаю два момента, которые у нас присутствуют в рамках этих показательных выступлений. Это и заинтересованность родителей привести новых детей к нам, заниматься, поддержать интерес у населения. И второе, это, конечно, мотивация наших детей, которые уже занимаются гимнастикой. На одном ковре выступить с именитыми спортсменами. У них всегда заряжены очень эмоции, у них горящие глаза, потому что нужно на ковре показать наилучшее свое мастерство, которое они могут. Вот. И посмотреть на ведущих спортсменов, сравниться немножко с ними. Вот. Для них это очень важно. Каждый ребенок подходит к этому очень ответственно. Каждый тренер очень ответственно подходит, готовит свои выступления. Вот. И в рамках фестиваля также прошел мастер-класс. Это было уже более закрытое мероприятие, не для всех посетителей. Вот. Только для спортсменов. У нас было очень много желающих принять участие в мастер-классе, и поэтому наши гости согласились провести не один мастер-класс, а два мастер-класса, потому что зал у нас не вмещал всех желающих. Вот. И получается, половину одного дня фестиваля полностью посвятили нашим детям, нашим спортсменам, поделились какими-то своими секретами мастерства. В общем, дети остались очень вдохотворенные. Вот. Также они смогли получить автограф. От своих кумиров сфотографироваться с ними. Вот. В общем, у нас прошло такое очень нестандартное, не совсем спортивное мероприятие, но очень важное для нас. Вот. И подобными мероприятиями мы не ограничиваемся, всегда ищем какие-то новые подходы. Вот. Наш руководитель Людмила Валерьевна очень стимулирует нас к этому, к подходам нестандартным, к поиску каких-то новых решений, которые могут улучшить и результаты наши, и мотивацию детей. Ну, вы разделили так мотивацию самих спортсменок и мотивацию родителей, наверное, потому что действительно гимнастикой нужно заниматься... Ну, все-таки ведут родители в секцию, потому что там чем раньше, тем лучше. Я так понимаю, в 5 лет уже поздно идти в гимнастику. Ну, не совсем поздно, но, да, хорошие результаты, они все-таки формируются у детей, которые чем раньше начали заниматься, тем лучше. То есть с 3-4 лет уже начинается развитие начальное, растяжки, позиции. Все равно дети, которые рано начинают заниматься, у них формируются совсем другие привычки. Они уже понимают, что это вот секция, это спорт, им нужно готовиться, заранее собирают там каждые свои принадлежности спортивные, чтобы ничего не забыть. В общем, вырабатывается такая, помимо спортивных навыков, еще и такой характер. Дисциплина. Дисциплина. И, в общем, результаты растут. Мы работаем в прямом эфире. В студию можно позвонить по номеру 841-12-42-14-39, или можно отправить нам сообщение в Телеграм на номер 8-914-235-05-02. Ну и еще одно большое и важное событие в жизни всех спортсменов из Якутии, юных спортсменов из Якутии, это, конечно, участие в международных спортивных играх «Дети Азии». Вот это такой старт на пути к вершинам, как вы говорили в одном из интервью. Расскажите, как проходит подготовка, как в прошлом году наши спортсменки приняли участие, и как готовятся к новым играм. Да, международные игры «Дети Азии» — это и так было в республике очень знаковое событие, потому что оно зародилось в Якутии, развивалось в Якутии активно, достигло определенных вершин, и все виды спорта, которые культивируются в Якутии, хотели попасть в программу игр, потому что это дополнительный стимул для развития и для результативности. А сейчас это приобрело, и можно сказать, что новый формат. В связи с последними событиями у нас не так много международных проектов, и сейчас наши международные игры, они находятся на особом контроле, наверное, уже Министерства спорта страны. Вот, подготовка сейчас к 2024 году активно идет к очередным играм летним. Нам предстоит очень большой путь, уже чуть больше года осталось, в общем, уже сформированы составы. У нас есть девочки, которые выступают в личной программе, есть девочки, которые выступают в групповых упражнениях. У нас одна команда, это восемь человек, две девочки выступают в личницах и шесть девочек в групповой программе. Кроме того, в 2024 году, поскольку мы являемся хозяевами игр, то мы выставляем два состава. То есть у нас второй состав в полной мере тоже примет участие в играх. Вот, сейчас у нас идет активная подготовка. Вот как раз фестиваль «Мусустар» сотрудничество Ксении Дудкиной. Но привело к тому, что у нас сейчас появились такие новые перспективные направления в подготовке нашей команды. Я надеюсь, что мы с ними сможем хорошо и продуктивно воспользоваться ее предложениями. Вот, и по развитию спортсменок, которые уже участвуют в «Детях Азии». Вот у нас в прошлом году в личной программе участвовали Зарина Борисова и Дарья Христофорова. В прошлом году они в «Детях Азии» участвовали. Зарина прошла финальный этап соревнований и заняла там у нас... Что-то не соврать... Какое место? Да, по-моему... Так. Но призовой или нет? Нет, она была в финале. В трех упражнениях она была в финале. Впереди нее были ведущие спортсменки страны. Фактически, это сборная Москвы, которая фактически кузница олимпийская наша. Это, получается, Татарстан, это Сибирь, это Омск. В общем, это три самых ведущих, наверное, школы страны, которые сейчас у нас в стране есть. И плюс мы конкурировали со спортсменками с Узбекистаном. В этом году, получается, у нас такая система сложилась в этом году, что спортсменки 2008 года рождения, они допускались и на первенство Дальнего Востока, и на чемпионат Дальнего Востока. В общем, первенство это, получается, соревнование среди детей, а чемпионат среди взрослых. Получилось такое пограничное состояние. Это 14 лет девочкам, получается, они и там, и там участвуют, в 2008 году. 15 лет в этом году. А, 15 лет. Вот, и, получается, они участвовали и в одной программе соревнований, и в другой программе соревнований. В общем, и у нас, получается, и Зарина, и Даша прошли в команду Дальнего Востока на чемпионат России, две наших спортсменки. По большому счету, вот это за очень долгое-долгое время в нашей республике не отбирались наши спортсменки-личницы на чемпионат России. Вот, и наши спортсменки отобрались. Ну, то есть это такое серьезное достижение, да? Это серьезное достижение для нас сейчас, для республики, особенно вот после ковидного нашего периода, когда мы сидели в локдауне, и у нас было мало занятий. Вот, поэтому для нас сейчас это такое, ну, отметочка, галочка очередная, которую мы достигли. Но, получается, в следующих играх Дети Азии уже будут другие спортсменки участвовать, потому что они по возрасту уже подходят, эти девочки. Уже у нас будут спортсменки 9, 10, 11 год рождения, вот, и мы надеемся, что они также будут прогрессировать. Сейчас мы будем готовиться к Детям Азии, и они будут показывать наилучшие результаты, вот, и, соответственно, после игр это послужит им стимулом к развитию дальнейшему, к достижению еще более высоких результатов. И, ну, очень сильно надеемся, конечно, что каждый раз, каждый раз наша сборная будет и выше, и выше подниматься в турнирной сетке чемпионата России. А как вообще вот эта вот система соревнований устроена? Личницы, командные? То есть, вот, типа, кто лучше, те могут в личном соревноваться в первенстве, а кто попроще в командном, или как это устроено? Ну, немножко отличаются, конечно, требования и правила. Но к личницам правила жестче или нет? К личницам правила, да. К личницам правила жестче, конкуренция больше. То есть там соперничество прям такое серьезное? Очень серьезное. Ну, и получается, эта конкуренция, она, конечно, рождает очень много спортсменов. То есть большое количество гимнасток, они занимаются в личной программе, потому что, с одной стороны, жестче правила, с другой стороны, проще. Тебе не нужно ждать своих, там, одногруппниц, которые с тобой в команде выступают, не нужно от них зависеть. В общем, ребенок работает сам с тренером и отвечает сам за себя. В групповой команде, ну, немножко попроще правила, не такие жестче, но дети зависят друг от друга. Если у одной спортсменки травма, соответственно, для команды это такой провал в тренировках, провал в каких-то выступлениях. Вот, поэтому здесь, конечно, палка о двух концах. Но, в общем и целом, мы приняли решение, что мы будем культивировать как можно больше групповых команд здесь, в себя, в республике для того, чтобы у нас спортсменки могли, если так сделать, чтобы улучшить селекцию внутри групповых команд, чтобы сборная республики у нас собиралась из самых-самых-самых лучших спортсменок, самых подготовленных. У нас сейчас ведется работа по увеличению количества клубов, которые развивают художественную гимнастику. Мы сейчас ведем работу по открытию художественной гимнастики направления в Нижнем Бестяхе, село Майе. У нас в Нюрбе уже есть коллектив, который уже к нам присоединился, работают, приезжают к нам на соревнования. Соответственно, мы хотим, чтобы у нас в районах республики тоже появлялись отделения художественной гимнастики, чтобы как раз искать талантов, которые могут у нас быть, соответственно, в наших районах республики. Потому что мы занимаемся у нас, в принципе, в основном... Ну, Якутск, да? Это как раз был мой следующий вопрос о том, что транспортная доступность в силу этого в Якутске, возможностей для развития больше. Ну, понятно, мирные неринги – это тоже города крупные, а в селах, там где-то в райцентрах возможностей меньше. Ну вот у нас уже есть Дюсша в Покровске, который развивает в себя художественную гимнастику уже достаточно успешно. У нас сейчас вот уже появились первые спортсменки, которые в Покровске выполнили первый разряд. Это уже такое для них хорошее достижение спортивное. И мы, конечно, ждем, что они будут развиваться дальше. Их активно поддерживает администрация района. Поэтому будут развиваться ребята. Но это же прежде всего, я так понимаю, зависит от того, есть ли тренер и какой тренер. Потому что это не фигурное катание, где нужен каток, не нужно какое-то специальное очень дорогостоящее оборудование. Ну, я так понимаю, что... Ну, купальники, конечно, дорогие, но для показательных выступлений, да, ну, они красиво смотрятся должны быть. Но я так понимаю, что лента, там, булава, это все не очень дорого. И, в принципе, спортзал не обязательно должен быть там какой-то специальный. Или должен быть? Должен. Да, для художественной гимнастики должен быть специализированное оборудование. Вот. А чем вот он? Ну, во-первых, ковер. Можно, конечно, использовать ковер, который продается просто в магазине, но он не подходит по качеству. Потому что дети, соответственно, выполняют трюки, катаются по ковру, падают на ковер. Соответственно, можно получить... Травмы. Травмы, ожоги, царапины, вот. Поэтому не всякий ковер подойдет. Профессиональные ковры, которые именно спортивные, ну, они даже российского производства аналоги стоят уже приличных денег. Вот. А подходящие для хороших соревнований весьма хороших сумм сейчас уже стоят. Вот. Кроме того, ковер стелется обычно на специализированный помост, который, во-первых, он достаточно жесткий, чтобы с него можно было гимнасткам прыгать, делать высокие прыжки. С другой стороны, он гасит удар, падение во время исполнения различных трюков и не дает травмироваться детям. Поэтому, ну, не все сейчас у нас, наверное, площадки для тренировок оборудованы специальными помостами, но будем тоже к этому стремиться. Вот. А в Якутске сколько таких залов? Один. Да, ходят слухи, что в новом микрорайоне Прометей были залы гимнастики. Правда? Да. Как раз вот Людмила Валерьевна перед собой сама себе поставила такую задачу. Это развитие инфраструктуры в художественной гимнастике. Потому что это все-таки сложная задача, потому что, кроме того, что должен быть помост-ковер, еще и должна быть высота потолков. То есть обычный спортзал в любой средней школе, у него высота потолка... Недостаточная? ...восемь метров. Да. Этого недостаточно? Это недостаточно. Для полноценных тренировок на хорошем уровне, на спортивном, высота потолка должна быть 12-15 метров, чтобы можно было хорошо работать предметами. Спокойно бросать обруч или ленту в воздух, да? Поэтому очень сильно видно, когда наши гимнастки приезжают соревноваться с гимнастками куда-то в российскую часть нашей страны, в Сибирь, где девочки тренируются в огромных спорткомплексах с огромными потолками. И наши выглядят за счет того, что бросают предметы не так высоко, не так, как сказать-то, не так смело, вот, и их очень сильно видно. Поэтому мы стараемся больше выезжать, соревноваться на хороших площадках, чтобы наши девочки чувствовали себя уверенно. Ну вот девочки, девочки, а почему вообще художественная гимнастика – это такой только женский вид спорта? Это же спорт, тяжелые физические упражнения, я не знаю. Тоже фигурное катание, там и мальчики занимаются. Почему это только женский спорт? Ну, классическая художественная гимнастика – это все-таки женский вид спорта. Зародился как женский вид спорта и развивался большую часть своего развития как женский вид спорта. Не так давно появилось мужское направление в международной художественной гимнастике, и сейчас начало появляться в России в том числе. У нас есть, да, один мальчик, который занимается в Неренгре в центре гимнастики – Феникс. Он принимает тоже участие в наших соревнованиях, которые мы проводим. Приезжал на наш фестиваль «Мусу Стар», тоже выступал с показательными выступлениями. Ну, мужская гимнастика немножко отличается, там чуть-чуть другие предметы используются. Ну, в основном отличается тем, что трюки более быстрые, сложнее. То есть в какой-то степени, что… Больше физической выносливости требуют. Используют, наверное, потенциал мужской для того, чтобы выступление было более ярким, более сложным. А вот дети сами, насколько вот… Как мотивировать малышей на занятия спортом? Вот если там приходят, получается, с трех-четырех лет, вы сказали, да? Да. Вот как такую малышку вообще замотивировать? Ну, во-первых, художественная гимнастика – очень популярный вид спорта. И вот в текущий момент мы видим такую тенденцию, что нам не приходится на данный момент детей как-то специально стимулировать. То есть очень хороший поток идет родителей, детей, которые хотят заниматься профессионально, художественной гимнастикой, выступать на соревнованиях. Вот. И поэтому даже у нас спортивные клубы проводят отбор, берут не всех детей. Ну, вот, кстати, про отбор. Как проходит отбор? Вот как понятно, что вот… Ну, трехлетние дети стоят. Как понятно, что вот это будет, а это не будет. На шпагат их там садят, что там делают с ними? Ну, конечно, у каждого тренера свой подход. Поэтому каждый тренер подбирает детей, исходя из своего опыта, профессионализма. Вот. Поэтому, ну, нельзя выбрать какие-то определенные там упражнения, которые ребенок придет, сделает, его точно возьмут. Тем более, что у нас сейчас дети достаточно активные, тоже ходят на многие секции. Кто-то приходит уже после какой-то танцевальной подготовки, в садике, в каких-то еще секциях. Вот. Поэтому, ну… Ну, вот как понять, что ребенок склонен к художественной гимнастике? Или никак не понять, только секцию привести, и все, и потом уже только будет понятно. Мне понравился ответ на этот вопрос Ксении Дудкиной. Вот. Она ответила так. У ребенка может и не быть специальных данных. Ну, там, если говорить про художественную гимнастику, то ребенок должен быть очень высокий, стройный, длинные конечности, длинные стопы. Вот. Ну, гибкий. Гибкий, естественно. Вот. Но она сказала такую интересную мысль, что для нее, вот она тренирует юношескую сборную страны, для нее большим таким фактором является внутренний настрой спортивный ребенка. Когда ребенок заряжен, очень хочет заниматься, хочет меняться, берет, впитывает в себя всю информацию, которую в него вливает тренер. И за счет этого старания, за счет такого хорошего спортивного духа, такой ребенок может и побеждать детей, у которых, может быть, больше каких-то… Физических данных. Физических данных. Да, данных. Ну, то есть то, что называется слово мотивация. Ну, кроме мотивации, там все-таки такой спортивный дух. Есть дети, которые приходят в секцию, видят какие-то сложные элементы, говорят, о, я никогда так не сделаю. А есть дети, которым, ну… Наоборот, азар разжигается. Да, может быть, на них посмотришь и скажешь, что ну, он не сделает. А у ребенка в голове, что я буду столько работать, что я все равно вот сделаю эти элементы. Ну, все равно, вот насколько я понимаю, очень многое зависит тут от тренера. Ну, то есть везде, в любом виде спорта, конечно, многое зависит от тренера, но художественная гимнастика – это то, где прям тренер очень важен, да. И я, насколько понимаю, сейчас задача федерации – это создать свою базу тренеров. Вот как этот вопрос решается вообще, где вы их берете, да. Есть ли желающие, те, которые, там, бывшие спортсменки, я не знаю, которые готовы заниматься уже с малышками? Да, у нас сейчас количество тренеров растет. Мы вот эту тенденцию отмечаем. В этом году у нас было вот общее собрание всех членов федерации. И на общем собрании мы приняли решение, что этот год мы будем особое внимание уделять развитию тренерского состава. Во-первых, у нас запланировано и такой специализированный судейский семинар с создачей в дальнейшем судейских экзаменов. Соответственно, все судьи, они же и тренеры. Чтобы хорошо тренировать, нужно понимать, как проходит сама судейская система. Кроме того, у нас есть программа по взаимодействию с Министерством образования, Министерством спорта по направлению наших спортсменов после окончания школы на учебу в высшеучебные заведения страны. У нас сейчас есть опыт работы целевых поступлений в Институт Лесгофта в Санкт-Петербурге. У нас одна девушка уже выпустилась, это Виктория Велькер. Она после окончания института в 22-м году приехала работать сюда, в Якутск. Сейчас она работает в Дюсша-1 и в школе 25-й. Активно развивает сейчас художественную гимнастику. Кроме того, у нас учатся девочки на разных курсах. На первом и на втором курсе уже три девочки действующих, которые учатся тоже в Институте Лесгофта. И мы планируем ежегодно направлять на целевое поступление на физкультурное отделение как минимум трое гимнасток каждый год. У нас сейчас Тоня Алексеева. Она в прошлом году выполнила нормативы на мастера спорта. В этом году вышел приказ, мы ждем документы. Будем в этом году вручать документы мастеров спорта. И планируем, что она в этом году уже тоже будет поступать. И ее сокомадницы, вот Алина Турнина и Милана Тадеева, они на год младше и будут поступать в следующем году. Тоже выбирают сейчас себе высшее учебное заведение, которые им интересны. И будем прорабатывать с Министерством образования целевые места в эти вузы. Ну, художественная гимнастика, конечно, спорт очень красивый, очень зрелищный, но очень сложный. И, как говорят известные спортсменки, жестокий. Вот если тренер понимает, что у ребенка есть будущее, да, вот как тут нужно действовать? Тут все забытие, только одни занятия? Конечно, это такой очень сложный процесс. То есть родители должны сделать ставку уже сразу на спортивное будущее? Ну, вот те дети, которые у нас попадают в сборную республики, конечно, им приходится тяжело, потому что серьезные спортивные достижения достигаются большим количеством тренировок, повторений, много поездок, соревнований, учебно-тренировочные сборы. То есть это... За весом нужно следить. Да. Гимнастом. Это тоже серьезный фактор. Вот. И, конечно, школа немножко страдает в этом отношении, но хочется отметить, что гимнастки, которые у нас в сборной занимаются, они не только хорошие спортсмены, но и очень ответственные ученики. И даже при всех их отсутствиях непосредственно вот очно в школе они всю программу догоняют, ведутся там онлайн-уроки, выделяется отдельное время в графике тренировочном, когда они догоняют школьную программу, сдают предметы. Вот. И у нас все девочки, которые в девятом классе, девятый класс заканчивают, все сдают ОГЭ хорошо, никто не отстает. Вот. А, ну, соответственно, есть и те дети, которые, достигая наилучших спортивных результатов, еще и умудряются золотые медали получать непосредственно в школе. Конечно, очень много ложится на плечи родителей, то есть они должны поддерживать своих детей. Без родительской поддержки, наверное, достижение больших спортивных результатов тоже невозможно. Ну, вот вы упомянули в связи с Мусу Стар Виолетту Иванову, да, в самом начале программы. Ее, конечно, все якутияне знают, любят. Но в свое время она приняла решение завершить карьеру, перебралась в другой город. Вот сегодня у нас есть какая-то такая будущая звезда и гордость Якутии? Ну, получается, большой такой известность она получила, да, после победы на играх «Дети Азии». Поэтому мы сейчас тоже прилагаем все усилия, вкладываем в наших спортсменок, чтобы они достигали таких же результатов. Вот. Ну, можно сказать, что мы делаем ставку на маленьких детей, которых хотим развивать очень сильно. И, ну, у нас сейчас есть даже такая программа, мы стимулируем все клубы к тому, чтобы набиралось как можно больше детей именно очень-очень маленького начального возраста. И дальше мы будем этих детей тоже всех отслеживать, показывать их ведущим специалистам страны. И стремимся к тому, чтобы в 28-м, 32-м году эти дети показали результат на уровне всероссийского масштаба. Вот. Ну, и самая наша большая, наверное, мечта – это, чтобы наши подопечные, выходцы из Якутии, вошли в олимпийскую сборную нашей страны. Угу. Достойная мечта. Да. Но я знаю, что параллельно с художественной гимнастикой, как известно, Людмила Николаева также развивает направление спортивных танцев в Якутии, и вы в этом тоже участвуете. Вот какие планы у Союза танцевального спорта? Союз танцевального спорта тоже намерен в этом году сконцентрироваться на поддержке тренеров, на их развитии. Кроме того, Союз танцевального спорта ежегодно проводит соревнования республиканского масштаба. Мы поддерживаем наши клубы в проведении учебно-тренировочных сборов. Кроме того, танцевальный спорт у нас вошел в программу международных игр «Дети Азии» 24-го года, и тоже мы будем представлять нашу республику там. У нас сейчас тоже сформирована наша сборная. Сейчас там у нас, соответственно, две пары. Данила Форелхан, Мазанова Мирослава, и проводен Тимофей, Федорова Анита. Они сейчас готовятся непосредственно к «Дети Азии». Это бальные танцы? Это бальные танцы, да. А еще брейк-данжи есть. И в прошлом году... Тоже есть спортивные танцы. Да, у нас год насыщен событиями. В прошлом году мы официально приняли в свои ряды брейк-данс, потому что по классификации Министерства спорта брейкинг отнесли к танцевальному спорту и включили его как одну из дисциплин танцевального спорта. Мы сейчас тоже у себя внутри республики приняли брейк-движение к себе в союз и развиваемся с ними совместно дальше. Ну, вообще, вот в водоковидные времена молодежные фестивали с участием танцоров проводились довольно часто. Да. А в этом году какие-то планы есть? Ну, вот мы, получается, в декабре прошлого года провели шикарнейший фестиваль танцевальный, который назывался «Триколор». Прошел он в городе Мирный. Вот, мы привезли, получается, 12 лучших танцевальных пар страны. В Мирный? В Мирный. Кроме того, мы привезли чемпионов мира прославленных, которые украсили своими выступлениями такой уже шикарный-шикарный фестиваль. Это Дмитрий Жарков и Куликова Ольга. Мы, кроме того, на площадке, кроме именитых спортсменов, выступали и спортсмены Якутии. Со всей Якутии, получается, Якутск, Мирный, Ленск. Ну, единственное, что вот с нейрингрей, наверное, представление... Ну, в этом году что-то подобное будет? В этом году, да. У нас Всероссийская федерация танцевального спорта очень сильно заинтересовалась данным проектом. Они тоже намерены его повторить в этом году. В этом году это тоже будет на площадке Мирного. Вот, а 2024 год посмотрим. Вот, пока предварительно так. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Желаю вам и вашим подопечным успехов в ваших начинаниях. На этом выпуск программы Якутия Live подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите Якутию Live на телеканале Якутия 24 по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия. Расскажем, чем живет Якутия.